Это Вести утро Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер северный 6,11 метров. Температура воздуха ночью плюс 8,13, в горах плюс 3, плюс 8, днем до плюс 27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10,12, днем плюс 25,27 тепла. В Черкесске увековечили память одного из первых профессиональных художников Карачаева-Черкесии – Александра Гречкина. Мемориальную доску с изображением автопортрета открыли на здании детской художественной школы Черкеска, которую он основал в 1966 году. Подробности у Али Баташева. Герои легенд, сказания и притчи, а также простые люди и бытовые сюжеты нашли свое воплощение в работах Александра Гречкина. Именно человек занимает центральное место в творчестве первого профессионального художника республики. Мир вещей и окружающая среда играют подчиненную роль. Работы в разных стилях и техниках. Живопись, керамика и графика, основанная на четком ритме черного и белого, вызывают восхищение всех неравнодушных к искусству, считает выпускница второго выпуска детской художественной школы Черкеска Марина Бобрева. Как он восхищался горянками. Боже мой, это можно увидеть в его линогравюрах. Вот этот стан, вот эта музыка. Я еще, знаете, не видела работ художников, что так ярко и так выразительно, так музыкально было сказано о наших горянках. Александр Гречкин обладал и прекрасным организаторским талантом, что позволило ему в 1966 году создать первую в республику детскую художественную школу, вспоминают коллеги. Он действительно сделал такой вот вклад, потому что то, что начиналось там с единиц детворы, сейчас у них больше трехсот учащихся. О творческом пути художник Александр Гречкин вспоминали его бывшие ученики, коллеги и близкие. Он очень хорошо владел словом. И вот он легенды нам рассказывал. Влюблен был в Карачаево-Черкесе. Он знал легенд, очень много легенд он знал. И никогда не расставался с альбомом. Он был непредсказуемым человеком. Он как-то не боялся ничего. Заходил в шахты к шахтерам, ползал там по этим завалам везде, снимал их. Касками подарить до сих пор нам не лежит, это шахтерское 60-х годов. То есть, если не было дня, чтобы он не рисовал. Мемориальную доску открыли в здании художественной школы, которую основал Александр Гречкин. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия.